Начну с классики. Запоминается последняя фраза. Это правило Штирлиц вывел почти как по тематическому форму. Я последний, у меня времени мало, и постараюсь положиться все минуты регламента. Коллеги, добрый день. Я рад вас приветствовать. Для нас большая честь здесь говорить с вами, потому что для меня лично российское экологическое движение – это объединение людей инициативных, объединение людей увлеченных тем, чтобы изменить к лучшему тот мир, который нас окружает. Вы знаете, что устойчивое развитие последние, наверное, лет десять – это та тема, которая беспокоит Европу. И с 15-30-х годов очередные намечены цели устойчивого развития, где экология, где экологические изменения – это тема номер один, потому что она начинает касаться каждого из нас, не только предприятия, а в прямом смысле каждого из нас. И в этом плане я считаю, что лидеры, которые объединяются, которые готовы к каким-то образом способствовать наконец-то инструменты для решения тех проблем, которые существуют. Почему комсомолты этим заинтересованы? Почему комсомолты готовы поддерживать эти инициативы? Вы знаете, что комсомолты, правда, это крупнейший сегодня медийный холдинг. В каждой регионе существует наша редакция. Мы сохранили листов капитал, который в итоге сегодня – это ведущая газета. У нас тираж с 200 тысяч ежедневно или полтора миллиона еженедельно. И ведущий сайт, на котором 90 миллионов каждый месяц уникальных посетителей в этом плане комсомолты огромным ресурсом в ответственном общественном мире. У нас есть еще радио в 400 городах, это обещание по границу нового культуры. То есть это тот инструмент, которым можно и нужно эффективно уметь пользоваться. Об этом два схода я расскажу. В принципе, презентация будет о вас, потому что те цифры, которые дают, это цифры разных фондов за последнее время, анализирующих то, как общество воспринимает изменения в экологическом плане. Но вы знаете, все топ-3 основных проблем – это мусор, это водоемы и это загрязнение. При этом половина населения считает, что экологическая ситуация в стране плохая. 84% даже в стране считают, что нужно вообще запретить органический пластик. Наверное, они правы. И, наверное, это результат того, что мы очень много дискутируем. Но, конечно же, я согласен с Александром Евгеньевичем Даниловым, под все эти цифры нужны данные ученых, потому что никто только не понимает, каким образом сортировать и утилизировать тот пластик, который сегодня неизбежно возникает в ходе нашей же земледеленности. Сжигать я его, как есть история сжигания. Мы строим порядка 30 заводов по стране. Первые четыре стартуют по Москве. Я иду в Сатарстане, вы знаете. Строится РТН-инвест «Симомировский» при поддержке ВБРФ. Есть история, когда строится сортировочный комплекс, и мы пытаемся довести переработку хотя бы до 20%. Да, но это очень сложная история. В истории отрасли рождается. И, конечно же, по щелчку пальцев ничего не получится. Мы видим, что почти 90% респондентов считают, что государство предпринимает недостаточно усилий для того, изменения экологии. Главное институт, что беспокоит 42% граждан, упираясь в проблему, видя, что кроме как митингов, иного решения пути нет. И этот убит, потому что, конечно же, митингами никакие проблемы не решили. Митинг – это результат, потому что не состоялась коммуникация на уровне государственных чиновников, бизнеса, общественных деятелей, экологов. Не состоялось обсуждение этой проблемы, которая есть, и не состоялся поиск для решения. И здесь главное, конечно, наша роль как митингов. Мы должны обеспечить вот эту связь. Мы не как зеркало, в котором отражается все, что происходит в обществе, все, что происходит в бизнесе. Если эта проблема существует, мы на это реагируем. Но очень часто темы возникают хайповые, и на хайповые темы, как у штаба решили, все реагируют горно. А на темы, которые волнуют каждый регион, и, наверное, не волнует всю страну, волнуют жителей этого региона, такого вот общественного резонанса нет. Поэтому нужно устраивать внутри региона диалог, привлекая медиа, привлекая нас как партнеров. Ну, вот видите, 60% полагают, что проблема уголки уделяет слишком мало внимания. Для фонда общественного мнения. И почему воздух? Почему мы сейчас считаем, что очень важно говорить о воздухе? Потому что это как раз тот показатель, который мы ощущаем, просто выйдя на улицу. мы чувствуем грязный воздух, если он воздух мыслит. Даже, может быть, там и предельно допустимая концентрация не повышена, но если выбросы маяка, мы это чувствуем, или там выбросирована дорога. И в этом плане это тот показатель, который, наверное, для нас, как грязный снег, так же и воздух, который мы ощущаем. Это показатель, который просто физически говорит, для этого внимания. Сейчас здесь определенная проблема. Что же происходит? А вот что происходит, это в этом часто никто не знает, потому что нет объективных данных, нет системы мониторинга. Той, которая позволила бы, ну, той, которой мы доверяли, и той, которая позволила бы конкурсновить те проблемы и их решения, которые существуют в регионах. Введен, ну, опять, Ленбаром послушаем, давно нас говорил об этом Рашид Рашидович, это тот рейтинг, который сегодня будет определять уже экономику крупных промышленных предприятий и стран. На фонда Московской фронт-биржи уже зарегистрирован Росфельхозбан, зарегистрировал первый ECG фонд, и на западе ECG фронты предприятия, которые рейтингуется таким образом, получают премию. Их акции стоят дороже. Это только начало этого пути, которое неизбежно приведет Россию в необходимости изменения в плане карбонного света. Это знает, что владелок миллиардов долларов, это оценка экспертов, которые придется нашей стране платить в виде налогов. Эту тему очень сильно развивает Евросоюз. И вот вы видите, что есть крупнейший рейтинг делает состояние аналитики, агентство международное независимое. Вот в этом рейтингу мы находимся в крупнейшей компании. Я взял Новодель, Северсталин, Роснефть. Они все находятся в зоне высокого риска. Выше 30-ти это вы судились. Это значит, что акции этих компаний на биржах будут стоить дешевле. И, конечно же, это проблема наша общая. Потому что сегодня... Китай, например, поставил себе национальные задачи В 2060 году... Ну, это делается, по принципу, Чуччен. В 2060 году это 0. Зеро карбон. Сколько происходит? У литислого газа столько же употребляет. Или, каким-то образом, нейтрализует. И, конечно же, вот такие вот вещи, которые... Ну, и мы в этом направлении движемся, и государство принимает различные программы. И есть уже целые научные группы, которые работают. Есть академик Мишалкин и метод Ансин, который сегодня, только что опубликовали в ноябре, эти два оплата. В соответствии с ними только по нефтяной отрасли, если применить правильный метод научного подхода от энергоэффективности, 22 миллиарда рублей будет сэкономлено в год нефтихимическими компаниями. А это бюджет, на минуточку, здравоохранения в стране. Да, то есть есть вещи, которые просто на поверхности их надо сделать, а есть вещи, которые надо открывать. Вещи, которые нам вместе нужно разрабатывать и искать решения. И в этом плане, я считаю, что Райл, вы здесь, это новаторы, это люди, которые сегодня... Вот сто лет назад наша страна стала перед выбором, как совершить ремонстральную революцию. Мы выходили из лапотной России, да, и мы придумали план «Бойл Роу». Сто лет назад, 23 декабря, будет этот праздник. Так вот сегодня мы должны принимать план устойчивого развития страны. Тот план, который позволит нам еще через сто лет оказаться в ситуации выигравших, а не проигравших. И это национальная идея, национальная тема. Поэтому мы, как медиа, конечно же, за этим будем следить. И у нас есть предложение. Ну вот здесь буквально в двух словах о том, что общественный контроль – это основа коммуникации бизнеса и государства. То есть при каждой ситуации, которая происходит у вас в ребенок, безусловно, важно вольное говорить о том, что происходит, давать открытые источники, достоированные источники, и говорить о том, не экспертом. Иначе рождаются слухи, и если вы не управляете информационным полем, то информационным полем, информационным потоком начинают управлять ситуацией. И это приходит к демонстрациям, а к каким-то вещам, когда люди вместо конструктивного диалога выходят на эмоциональный разговор, и, как правило, все сводится к яблокам и каким-то обвинениям совершенно неподступтивным. Соответственно, экостандарты, которые говорили коллеги, нам нравится очень эта тема. Мне нравится, что промышленники начинают заниматься экологизацией промышленности. Этот путь идет именно от них, не от государства, что называется путь снизу. Потому что промышленники понимают, это бизнес. Завтра они потеряют деньги, если сегодня не помогут государству создать те инструменты измерения их присутствия в экологическом поле, которые и государство будет устраивать, ну и, конечно же, устраивать общественников, вас. И мы предлагаем, совместно с Российским экологическим движением, предлагаем учить такую премию, национально-экологическую премию. Вы знаете, премий было много, и все премии, как правило, сходятся, к сожалению, к награждению. Ну, собственно говоря, премия – это или только про это награждение. Наша премия – это не только награждение. Мы позвали в премию, которые, думаю, пойдут, это очень представительное общество и научное, в виде Академии наук, МАГИ, в виде МГУ и других представителей науки. Мы порно университет поздравим. Я думаю, что Александр Сергеевич поможет нам предложить себе налетение на помощь, и даже себе, ну, блядь, на совет. Вот, конечно же, там и филовая Россия, и РСПП, и там сколько инновационных технологий. Мы говорили с коллегами, у них очень много коллективных стартапов. И, конечно же, те вещи, которые надо вытаскивать. Мы хотим эту премию сделать не в виде некоторой показухи и, собственно говоря, раздачи каких-то бомусов или наград. Эта премия будет состоять из трех вещей – это процесс. Эта премия – это процесс. И награждение – это всего лишь один из этапов этого процесса. Так вот, конкурс, который мы хотим запустить в начале следующего года – это серия стратегических сессий в регионах, которые приезжают в Ужумскую область и Самару, или, ну, наверное, почему-то с 12 городов, потому что Росприотнадзор в этом плане является для нас ключевым игроком, потому что у них есть сегодня, наверное, наибольшая база данных, потому что происходит в регионе, какие предприятия, какие выбросы. И воздух здесь одна из тех тем, на которых мы начинаем разминаться, потому что, конечно же, в будущем в такое время должны присоединиться и проблемы, связанные с водой, проблемы, связанные с лесами, с грязнением почвы. Но мы начинаем с воздуха, и вот мы готовились о партнерстве с Росприотнадзором, и в этих регионах в ходе с процессе мы пытаемся понять, что происходит, ну, и относительно исполнения тех задач, которые поставлены по нашу проекту, и относительно тех планов, которые регионы для себя принимали и вырабатывали, тех планов, которые сегодня в виде четырехсторонних соглашений подписывают губернаторы предприятия, контролирующие органы, да, и привлекая экологов, привлекая общественность, увлеченных, мы хотим понять, какие, ну, что происходит в регионах во-первых, во-вторых, объявив эту племию, мы хотим получить из других регионов, не увлеченных в эти 12. То есть расширители, даже не сорок восемь градов, которые вырабатывали, а со всей страны, собрать наилучшие практики, практики в разных отраслях. От практик, которые связаны с МИЛОМ, с научными разработками, до практик внедрения, может быть, очень локальные практики. Сколько вы сейчас проводили 3D? 800 проектов, это микробизнесы, это те предприятия, которые очень маленькие, они делают, кто-то и бактерии для того, чтобы перерывать покрышки, кто-то бактерии для того, чтобы люди не обязательно убирать практики, например, да, это, тут очень много инновационных вещей. Александр, известно, простите, но вы убираете? Всё, собрать практики и рекомендовать их в итоге, в итоге экспертное сообщество научно их отстает, и мы их рекомендуем для всех к МИЛИ, вот, собственно говоря, в этом глобальной идее нашего, в нашей теме.